Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю лекцию, которая посвящена аллергии с точки зрения Айурведы. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю лекцию. 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 It produces so many antibodies, which will interact with the allergen, thinking that it is harmful. So it is a false alarm on part of the body. So whenever you are, so this is a very interesting concept in modern medicine, allergen and antibody. There is some substance which we come into contact with. And as a response to that entry of that substance, our body produces what is called as antibodies. And then the antibodies interact with this allergen, trying to attack it. And this releases a series of events which causes inflammation. It can inflame our skin, our sinuses, airways or digestive system. So this is how we understand allergies today. Как иммунная система вовлекается в данный процесс? Нам известно, что иммунная система продуцирует субстанции, которые зовутся антителами. Так вот, когда мы встречаемся с условными аллергенами, наша иммунная система начинает продуцировать эти антитела, которые как раз-таки распознают определенный аллерген. И потенциально воспринимая каждую субстанцию как аллерген, как вредную, вредоносную для нашего организма. То есть это такая некая ложная тревога, что достаточно интересно. Даже несмотря на то, что конкретная субстанция может и не быть потенциальным аллергеном для нас. Но в то же самое время, когда мы встречаемся, входим в контакт с этим аллергеном, иммунная система реагирует воспалительными процессами. Воспалительные процессы могут проявляться на кожных покровах, носовых пазухах, дыхательных путях или в пищеварительной системе. So, the question is, can allergies be cured? From modern medicine point of view, most of these allergies cannot be cured. We can only manage the allergies. Treatments can help relieve allergy symptoms. The severity can range from person to person. Some people, allergies are very mild. In some others, it's moderate. In some people, it can be very dangerous and life-threatening. We have a condition called anaphylaxis. This is a severe life-threatening allergic reaction, which can lead to asphyxia, you know, sudden obstruction of the airways, inability to breathe, and then immediately death also, unless, you know, an emergency treatment is given. Встает вопрос, возможно ли вылечить аллергию. С точки зрения современной медицины, большинство аллергий не поддаются 100% излечению. И считается, что можно лишь облегчить симптоматику, снизить проявление аллергических симптомов. Тяжесть аллергии, безусловно, варьируется от человека к человеку, от пациента к пациенту. Варьируется от минимальной симптоматики до умеренной и до серьезной, острой, резкой. Например, такое состояние, как анафилактический шок. Это потенциальная угроза жизни, то есть потенциально-чрезвычайная реакция организма на аллергию, которая сопровождается асфиксией, то есть блокировкой дыхательных путей, что впоследствии может привести и к смерти, если не оказана неотложная помощь. So, what are the symptoms of allergies? So, allergies can be very widespread. It depends on the substance involved. It can affect our airways, sinuses, nasal passages, skin or digestive system. Most of the common allergies are the ones that affect our airways, like, you know, allergic rhinitis. We will today discuss as one example of an allergic condition, allergic rhinitis, which is very common and becoming more and more widespread. But it can also affect the skin or the digestive system. So, allergic reactions, as we just mentioned, can be mild or severe. And sometimes it can lead to anaphylaxis. But you can see some examples. I will just give a brief overview of some of the common examples of allergic conditions. Симптомы аллергии. Аллергическая симптоматика достаточно распространена. Безусловно, зависит от того, с каким аллергеном пациент сталкивается. Симптомы могут затронуть дыхательные пути, носовые пазухи, кожу, пищеварительную систему. Сегодня мы с вами, в частности, поговорим детальнее о такой разновидности, как аллергический ренит, который чаще всего встречается, достаточно распространен у аллергиков. И, соответственно, как мы уже сказали ранее, аллергические реакции варьируются от легких, умеренных, до острых и достаточно тяжелых. Так, учитывая тяжелые случаи, бывают ситуации, которые подвергают жизнь пациента опасности. И эта ситуация известна как анафилактический шок. И вот ниже по блокам кратко расписаны основные примеры симптомов от различных аллергенов. Полиноз или также известный как аллергический ренит. Какая симптоматика сопровождает это состояние? Чих, зуд в носу, в глазах или неба. Нос, различные катаральные явления, либо отделяемые из носа, либо наоборот, заложенность носа. И проявление симптоматики конъюнктивита, когда глаза слезятся, краснеют, опухают. Фуд аллергия, например, может cause gastrointestinal symptoms, tingling in the mouth, swelling of the lips, tongue or throat or face. It can cause arctic area or hives, which has eruptions on the skin. And food allergy can sometimes also be life-threatening. It can cause an anaphylaxis. Пищевая аллергия провоцирует различные симптомы на уровне ЖКТ, а также вместе с тем покалывание или пощипывание в ротовой полости, отечность в целом лица, либо конкретных частей лица, губы, язык, горло. Крапивница сопровождает пищевую аллергию, а также некоторые пищевые субстанции могут быть опасны для жизни, в том плане, что провоцирует реакцию, такую реакцию, как анафилактический шок. Then we have insect sting allergy, which is caused by bite of insects. There can be a large area of swelling, edema at the sting site, itching or hives, that is arctic area, like eruptions all over the body, cough and chest, tightness, wheezing or shortness of breath. Insect allergy can sometimes be life-threatening. It can lead to anaphylaxis. Укус насекомого, что также является яд, является аллергеном, может спровоцировать отечность по большой области, в области, естественно, укуса, также зуд или крапивницу, сыпь по кожным покровам, кашель, скованность в области грудной клетки, одышка, а также может угрожать жизни и спровоцировать анафилактический шок. А аллергия на лекарственные средства провоцирует или сопровождается крапивницей, зудом, сыпью, отечностью в области лица, хрипы, то есть затрудненное дыхание и также анафилактический шок. Then we have atopic dermatitis, skin allergy, which causes itching, reddening, flaking or peeling of the skin. Many skin diseases are there, like psoriasis. Some of them are autoimmune, not allergic. So allergic skin disease is called as atopic dermatitis. So these are some of the common type of allergies that we encounter. And what is important and interesting to note is that we may think allergy is allergy, it causes discomfort, no? But allergies can also cause a life-threatening situation. So we have to be careful and aware. Now in a life-threatening situation, Ayurveda cannot help. So we will now slowly try to understand what is the Ayurvedic approach, where can Ayurveda help, where it cannot help. And the main benefit of Ayurvedic treatment is preventing the long-term occurrence of allergies, preventing its occurrence. And repeated episodes can be avoided. But if there is an emergency, we definitely need modern medicine. Atopijosid dermatitis is also an allergic problem. It is also an allergic problem with the skin. The reason is that the skin is a lot of skin problems. It is also an allergic problem. And the thing is, it is an allergic problem with such diseases as a psoriasis. But it is not to put on the way to get into the immunocent spectrum. It is an allergic problem with an allergic condition. It is an allergic condition that it is an allergic disorder. Atopijosid dermatitis. Это самые распространенные аллергены в наше время, и что важно знать и понимать. Многие думают, что аллергия – это лишь проблема, которая доставляет на уровне жизненных ситуаций дискомфорт, неким образом подрывает качество жизни. Это безусловно так, но важно понимать, что некоторые достаточно серьезные аллергены могут угрожать жизни пациента. В подобных ситуациях, когда мы сталкиваемся с анафилактическим шоком, аюрведа не может никак помочь пациенту. Здесь только экстренная неотложная помощь. Мы потихонечку с вами продвигаемся в сторону того, а что нам может предложить аюрведа в лечении аллергии или профилактике аллергии. Основной плюс аюрведы в данном случае – это, конечно, больше профилактика. Профилактика осложнений, профилактика повторных случаев аллергических реакций и снижение эпизодов аллергии. Но вот доктор отмечает, что и не только в профилактике аюрведа будет сильна. Аюрведа может и вылечить некоторые состояния аллергические, однако которые, мы помним, не острого, не серьезного характера, которые не угрожают жизни пациента. Сейчас, это очень важно знать, что аллергические реакции могут вызвать аллергические реакции, особенно аллергические реакции и инсектические реакции. Это очень важно понимать. Это одна часть мы должны быть внимательны. Например, как в слое сознания, в слое крови, сильная снижение крови, в слое крови, в светодиодовое плечо, влажный пульс, влажный пульс, влажный. Если эти знаки были видны, айрведа не нужно попробовать аюрведу. Мы должны сразу идти на молодую медицинскую реакцию. Итак, мы уже с вами говорили про анафилактическую реакцию. Это то состояние, с которым важно быть предельно аккуратными, осторожными. Некоторые разновидности аллергенов, включая пищевые аллергены или укусы насекомых, могут спровоцировать такую тяжелую реакцию, которая известна как анафилактический шок, и которая ставит жизнь пациента под угрозу и требует незамедлительной скорой помощи. Если наблюдаются подобные симптомы, потеря сознания, веское снижение артериального давления, затрудненное дыхание, зуд, сыпь, головокружение, учащенный слабый пульс, тошнота или рвота, здесь не стоит прибегать к аюрведической терапии. Здесь следует сразу же пациента направить к современным специалистам для неотложной скорой помощи. Allergy from the ayurvedic perspective and how ayurveda can help. Allergy from ayurvedic perspective is a reaction to accumulation of amma in the body. So what ayurveda tells is that allergies happen when amma accumulates in the body. So especially amma that is deep seated in the dhatus. Amma alone cannot cause allergies. But sometimes when amma is accumulated in the body, under certain circumstances, it leads to an allergic reaction. Итак, что же такое аллергия с точки зрения аюрведы? Это реакция на накопление амы в организме. Особенно та ама, которая глубоко сидит в тхату и укореняется там. Однако важно понимать, что как таковая ама сама по себе не является еще предвестником или первой причиной аллергии. Однако при определенных обстоятельствах, и мы обсудим при каких, именно ама является данной причиной. So, ама can form and accumulate in the body, impairing its ability to neutralize foreign substances. So, when the body is not able to properly digest food, it is stored in the tissues as toxic material. Poor elimination also contributes to amma collection in the body. So, the formation of amma is an important factor in the etiopathology of allergic manifestation. So, when the doshas will get associated with amma, and then, you know, the amma will become more toxic. And this is called as amma-visha. And this is what is causing the histamine to be released. And it mixes with the reserrecta, and then the symptoms of allergy are caused. Итак, ама. Ама формируется и накапливается в организме, подрывая способность организма нейтрализовать или выводить посторонние ненужные субстанции. Самая главная распространенная причина накопления ама – это неспособность организма тщательным образом переваривать пищу. Непереваренная пища накапливается в тканях в виде токсичного материала. Соответственно, сниженная или плохая перистальтика также является причиной накопления амы в теле. Так вот, накопление амы – это важный первопричинный фактор в этиопатогенезе аллергических проявлений или реакций организма. Плюс еще нарушенные или дисбалансированные доши, которые смешиваются с амой, провоцируют состояние, которое симптоматически можно сравнить с накоплением токсинов. Так вот, токсичная ама – зовется уже амавиша. И из-за этого высвобождают, из-за накопления вот этой токсичной амы высвобождается гистамин в больших количествах. Далее, смешиваясь с расой и ракта, он начинает циркулировать по организму и провоцирует симптомы аллергии. So, actually speaking, not just ама does not always cause allergy. That's what I said. Ама is a reason for allergy. But the condition is when ама turns into ама-виша. This is called ама-виша. So, from an ayurvedic perspective, we can say that it is ама-виша. When ама gets converted into vиша. Виша means it becomes toxic. This condition is called as ама-виша. So, always when we have ама, it doesn't produce allergy because that ама has not turned toxic. When ама turns toxic, the body is confused. It becomes panic. Now, it does not know because ама can be digested. Ама-виша cannot be digested. So, the body panics and tries to, in the process of burning, trying to burn that ама-виша, it will damage and harm the body. So, ама, that has not turned toxic or into ама-виша, may not trigger allergic reactions. Итак, ама-виша. Соответственно, возможность проявления аллергических заболеваний как раз-таки спровоцирована ама-виша. Это состояние, когда ама становится токсичной. Как мы сказали ранее, сама по себе ама не является причиной аллергии. Она может выступить как бы предвестником развития аллергии, но не первопричинным фактором. А вот когда ама-виша, ама становится виша, то есть токсичной, в этом случае наш организм начинает паниковать. Он не понимает, что ему делать, потому что ама спокойно может перевариться в целом у каждого человека. Ее можно вывести легче, чем ама-виша, потому что ама-виша мы не можем вывести из организма. Соответственно, система начинает паниковать, не понимает, что делать, пытается сжечь чрезмерно излишнее эту ама-виша. И тем самым, как ответная реакция, у нас проступают аллергические симптомы. There is something else called as asatmya. So, if there is a term in Ayurveda or Sanskrit for allergy, then that is called asatmya. So, according to Ashtangarhaya, it is clearly mentioned that we have to all follow dinacheria according to the change in the seasons. So, when one season changes to the other, we have to bring about a change in our lifestyle. This method of living according to the season is called ritsu-charya. When we follow the seasonal routine, when we follow the daily routine, we are adapting to our environment. So, if these rules are not followed, then one of the outcomes that Ayurveda text says is that we will get allergic diseases. Еще один термин, который, с точки зрения Ayurveda, достаточно тесно связан с аллергией – это asatmya. Согласно Аштангагридая, четко прописана роль диначарии. Это ежедневный режим, который важно соблюдать изо дня в день. Есть определенные правила, согласно которым мы адаптируемся под изменения в течение дня. Есть подобный свод правил, согласно которым мы с легкостью можем адаптировать нашу систему и под сезоны. Этот свод правил зовется риту-чария. То есть, есть диначария – дневной режим, риту-чария – сезонные режимы. Соответственно, таким образом мы помогаем нашему организму адаптироваться под изменения окружающей среды. И очень четко также сказано, если эти правила, рекомендации не соблюдаются, то один из побочных факторов несоблюдения – это как раз-таки аллергические возможные реакции. So, many of these diseases are, you know, asatmeja rogas. These are allergic diseases. And such bad lifestyle can disturb all the three doshas. Tridosha, prakopa, which is the cause of almost all diseases. Dhatus can get disturbed, creating dhatu-based diseases. So, all this – today also we have lost this seasonal regimen. Nobody is following the seasonal routines. When we are not following the seasonal routines, we become more susceptible to allergic reactions by disturbances in both the doshas and the dhatus. Asatmeja roga. Соответственно, что может быть далее, что может развиться от несоблюдения подобных режимов? Asatmeja roga. Это как раз-таки с точки зрения юрведы аллергические заболевания, которые сопровождаются состоянием три-доша прокопа, то есть дисбалансом всех трех дош, что в свою очередь также является причинным фактором практически всех заболеваний. Далее – нарушения на уровне тхату. И, соответственно, развиваются тхату-зависимые заболевания. Мы в современности практически никто не соблюдает сезонных режимов. Мы утратили эту привычку, и поэтому человечество все больше и больше уязвимо перед аллергическими заболеваниями. So, what all can trigger allergies according to Ayurveda? Food, medicine or even activity. Some people, after they do heavy exercise, they can get trigger of hiles or arctic area. So, any of these three things, so it is called as food-related allergies, ahara asatmya, medicine-related allergies, or aushadha asatmya, or vihara asatmya, which is caused by activity. So, Ayurveda has recognized that asatmya can happen in different ways, but the background for the development of asatmya is the conversion of ama into ama-visha and the improper lifestyle according to seasons and the diadal variations. So, what is asatmya? Asatmya, то есть аллергена. Pищa, pichewые субстанции, лекарственные субстанции или даже физическая нагрузка. Порой интенсивные упражнения, интенсивная физическая нагрузка может также спровоцировать у человека, который подвержен аллергии, тот же самый поленос, например. Соответственно, существует с точки зрения Ayurveda также три типа. Asatmya, ahara asatmya, то есть аллергия, связанная с приемом пищевых субстанций, aushadha asatmya, аллергия, связанная с лекарствами и vihara asatmya, то есть то, что связано с физической нагрузкой. Соответственно, разновидности аллергии существуют, однако мы помним, что предвестником в любом случае развития этих аллергий считается ама, которая превращается в ама-виша и несоблюдение правил и режимов дня и сезонов. So, Sushruta has also mentioned that due to Vayu-Vikriti in various seasons, means Kasa, Shvasa, Pratishaya, Shiro-Roga, Kasa means cough, Shvasa means breathing difficulty, Pratishaya means allergic rhinitis, Shiro-Roga, head, eye diseases, Netra-Roga, eye diseases. These are all costs due to vata aggravation in the seasons. So, this is all shows that there are some factors which are triggering the allergic reactions to the same thing. So, this is all costs Also, Sushruta atmechает, что из-за дисбаланса ваты в определенные сезоны или времена года могут развиваться следующие состояния Kasa или Kashal Shvasa или затрудненное дыхание, Pratishaya это то, что нам известно как аллергический ренит, Shiro-Roga это заболевания, связанные с областью головы и Netra-Roga заболевания, связанные с глазами. So, Sushruta has also described that when the person is affected by artificial or natural toxins, he has to be treated with some antitoxic treatments because we cannot completely eliminate these toxins. These toxins remain in the body for a long period. So, and when the right time comes, the place, time, diet, day sleep. So, this is called Dushi Visha. The armor and the toxin which remains in the body in a latent form. So, even after one allergic attack, if you suppress it, the allergy may go but it remains as Dushi Visha. Dushi Visha means some toxin that is remaining inside the body over a long period of time without being removed. Dushi Visha. Dushi Visha. and the results of the Qui Visha. Dushi Visha. Dushi Visha. Dushi Visha. Факторы вмешиваются, такие как Дэша или Место, Кала, Время, Анна, Питание или другие провоцирующие факторы, которые являются благоприятными для того, чтобы разбудить души Виша, то есть те токсины, которые оставались в организме. И тогда вновь мы видим разгар заболевания. So Acharya has described Susruta, what all diseases are caused by души Виша, авипага, lack of digestion, lack of taste, skin eruptions, kotha, mandala, skin patches on the skin, swelling, vomiting, diarrhea, dehydration, all these things can happen due to души Виша. So these are all also symptoms of allergic conditions. So we can see that in Ayurveda under different names, Ayurveda has its own way of understanding how allergies have created, these are all described. Сушрута также упоминает следующие заболевания, которые считаются, что спровоцированы души Виша. Это отсутствие пищеварения, отсутствие или изменение вкусовых рецепторов, зуд, появление красных покраснений, бляшек на кожных покровах, отечность, рвота, диарея и дегидратация. То есть у Ayurveda, мы уже поняли, есть свой собственный способ или метод описания аллергии, аллергических симптомов. Соответственно, таким образом они перечислены в классических текстах. Another thing is Virudhahara or incompatible food. This is also one reason why allergies are becoming more common today. This show, they have told not to mix good and bad food together. Today we are mixing foods in different ways for fun. And these could lead to indigestion problems and accumulation of toxins that trigger allergies. And these could lead to indigestion problems and nicisies. And these could lead to indigestion to allergies. And еще одна причина, которая в Ayurveda упоминается, причина аллергии, это Virudhahara. Смешивание несовместимых продуктов питания, что также является достаточно распространенным занятием у человечества в наше время. Мы привыкли смешивать те или иные продукты питания ради забавы, так сказать, для того, чтобы удовлетворить свои собственные вкусовые предпочтения, однако не задумываясь о том, что в конце концов это провоцирует несварение, отсутствие пищеварительных процессов, накопление АМИ, соответственно, накопление токсинов. Роль Агни. И также неотъемлемо в развитии аллергии, в лечении аллергии, то есть в основе всех аллергических реакций, также лежит ослабленный Агни. Он приводит как раз-таки к накоплению АМИ, которая в свою очередь потом может стать токсичной. И поэтому в любой терапевтической линии аллергии мы важным шагом включаем разжигание, пищеварение и метаболизм через корректировку АГНИ. So, allergy in Ayurveda is due to low immunity and AMA. It is the primary cause of most allergies. It is, AMA is produced due to various virutahar and indigestion, due to low digestive fire. It causes aggravation of pitta, recta or kabha and it turns AMA into visha. And this asatmya is also a concept where the body is not able to then assimilate. Satmya means the body is able to digest and assimilate. Asatmya means body is not able to digest and assimilate. So, it behaves like a foreign body. And this is the summary of how allergies happen according to Ayurveda. Из-за низкого пищеварительного огня, что далее провоцирует раздражение на уровне ракты, питты и капхи, сопровождаясь разными симптомами. Далее накапливается AMA все больше и больше и становится AMA виша или души виша, как мы уже сказали. То есть на продолжительный период времени остается в организме и связано напрямую с симптомами аллергии или провоцируя симптомы аллергии. Asatmya тоже концепция, которая описана в контексте аллергии в Ayurveda. Asatmya – это неспособность переварить или усвоить то, что было, скажем так, употреблено организмом. И, соответственно, все это вкупе приводит к развитию аллергии. Так описан весь путь или процесс развития аллергии в Ayurveda. So, next thing is how different types of AMA and allergies. See, AMA based on quantity is alpha, madhya, bahu – mild, moderate, severe in quantity. Then, depending on the quality, it is mobile or immobile or, you know, released but going dormant again. Or, it is dormant. Dormant means he's hiding in the dhatus. Lina-alina means it is coming out of the dhatus. Alina-acela means it is remaining in the srotas. And chela means it is active and coming out into the forest. Tipes AMA. По количеству накопленной AMA различаются три категории – alpha, madhya, bahu. То есть, малое количество AMA, умеренное количество и высокое количество AMA. Далее, AMA может быть мобильной, то есть, такой активной, немобильной, застойчивой. Далее, AMA может высвобождаться и засыпать, то есть, оставаться в организме в спящем состоянии. Также, и четвертая категория – это полностью спящая AMA, которая уже укореняется глубоко в хату. Та AMA, которая считается Lina-alina, то есть, периодически выходит, периодически накапливается, то есть, в спящее состояние переходит, она чаще всего циркулирует и выводится. А Lina-acela – это та AMA, которая подвержена стагнации, застреванию, она, как правило, накапливается в шротас. А ЧАЛА, то есть, мобильная такая AMA, она чаще всего активно циркулирует и в области кож, что в основном располагается. Оценка AMA происходит по тяжести симптоматики, тяжести течения заболевания и по присутствию и отсутствию конкретных симптомов. Лина-АМА считается безмолвным заболеванием. При Лина-АМА у нас есть лишь некая предрасположенность к развитию аллергии. Лина-АЛИНА-АМА характеризуется эпизодическими симптомами, эпизодическими болезнями, то есть, приступы аллергии приходят и уходят. Приступообразная аллергия. Лина-АЧАЛА – это хроническая аллергия. То есть, на ежедневной основе у вас есть проявления симптоматики аллергической, однако стоит отметить, что это не несет какого-то острого характера. ЧАЛА-АМА – это хроническая аллергия. А вот ЧАЛА-АМА – это острое состояние, которое может привести даже к анафилактическому шоку. То есть, именно ЧАЛА-АМА может стать угрозой жизни. ЧАЛА-АМА – это аллерgic rhinitis. Это IgE-мени距сянка,ов внизу мусором. It is nasal mucosal inflammation due to hyper-response to allergen by the immune system. When you breathe in tiny particles of allergens like dust mites, pollen spores, animal skin, urine, saliva, you will have nasal obstruction, nasal discharge, sneezing, itching in the nose and also eyes get red. So clear fluid comes out of the nose. So within minutes you can get this allergic rhinitis. This is a very common problem of today, and we will in the remaining time discuss about how Ayurveda deals with this. Итак, аллергический ренит – это иммуноглобулина Е, опосредованная реакция слизистой носа. То есть это разновидность воспалительной реакции слизистой, которая является ответом на аллерген. Соответственно, аллергический ренит провоцируется вдыханием мельчайших частиц аллергена. Аллергеном может выступить любой воздушно-капельный аллерген, такой, как пылевые клещи, пыльца и споры, либо кожа, моча, слюна животного. Симптоматика может быть разной. Это либо отечность носа, зуд в носу, естественно, чихание и прочие катаральные явления. Чаще всего прозрачная жидкость выделяется из носа. Симптоматика наступает сразу же, резко, в течение нескольких минут после контакта с непосредственным аллергеном. И, естественно, подрывает образ жизни пациента. И давайте взглянем с вами на аллергический ренит с точки зрения Ayurveda. Разновидность аллергического ренита встречается сезонной, естественно, когда симптоматика проявляется в определенный период времени, когда идет прямой контакт с аллергенами. Есть круглогодичный аллергический ренит, когда симптоматика присутствует в течение всего года. И, естественно, производственный аллергический ренит спровоцирован аллергенами, аллергической реакцией непосредственно на месте работы. So, in Ayurveda, allergic rhenitis is called as, it's called Pratishyaya in Ayurveda. And Pratishyaya is a broad term which covers many types of rhenitis. So, in this, vayu vata is getting aggravated due to the allergen and then it leads to a hyperimmunological reaction. And kapha and other substances are thrown out of the body in liquid form. So, allergic rhenitis can be compared with a kapha, vata kapha type of Pratishyaya. Аллергический ренит соотносится с термином Pratishyaya в Ayurveda. Но вообще Pratishyaya считается достаточно широким термином, который покрывает достаточно огромное количество аллергических реакций, но в том числе и ренит. Что такое Pratishyaya? Это заболевание, которое спровоцировано конкретно раздражением ваю и капхи. Kapha как раз-таки отвечает за катаральные явления. То есть, в общем и целом, мы можем сказать, что аллергический ренит можно сравнить с состоянием вата капха, доминирующим с точки зрения Ayurveda. Now, pathogenesis for allergic rhenitis are many. Taking milk, curd shake, daytime sleeping, exposure to allergens, it causes vata disturbance, pitta and kapha along with recta. So, all the tridoshas can get aggravated. This amma gets located in the shira or head region. And then the symptoms of vata kapha Pratishyaya will manifest. Патогенез аллергического ренита. Здесь может быть различное употребление этих логических факторов. К ним относятся продукты молочного спектра. Также это может быть дневной сон. Или в целом подверженность воздействия аллергенов. Что, в свою очередь, раздражает вату, питту, также капху вместе с рактой или отдельно. И ама начинает накапливаться. Ама локализируется в области шира или области головы. И, собственно, симптоматически мы сравниваем данное состояние с вата капха состоянием. То есть вата капха Pratishyaya. So, diagnosis of, is a bit challenging. It is sometimes seen along with asthma and allergic conjunctivitis. It's a modern thing. They do skin test, nasal provocation test, nasal cytology. Sometimes if you have continuous allergic rhinitis, you will get nasal polyp or sinuses. It can also cause eye, ear infections. So, there's a whole loss for a host of tests available to diagnose allergic rhinitis. Диагностика аллергического ринита иногда может быть достаточно затрудненной, поскольку аллергическому риниту подвержены пациенты с сопутствующими заболеваниями в виде астмы и прочих аллергических состояний, таких как атопический дерматит или аллергический конъюнктивит. Но в современной медицине есть различные сейчас исследования, которые помогают определить и диагностировать именно аллергический ринит. Это и кожные тесты, это назальные тесты, назальная цитология в том числе. Но стоит отметить, что очень часто рецидивирующие назальные аллергии могут как раз таки спровоцировать синуситы, в частности, которые далее могут развить или спровоцировать развитие полипов в носовых пазухах или заболевания ушного спектра, например, сирозный средний атит. Говоря о протоколах лечения аллергического ринита в Аюрведе, включают в себя Снехана и Сведана процедуры, Абхьянгас, Карпурадит тайла и процедуры пропаривания, Нарсия проводится с Вача тайла или Ану тайла. И эти процедуры помогут очистить именно черепную полость, область головы. Дипанапачина рекомендована для всех разновидностей аллергии, включая аллергический ринит, то есть кипятить воду с панчакола для того, чтобы активизировать Агни. В Йошаде ватика с трикату тоже являются основными ингредиентами при лечении аллергического ринита. Все перечисленные наименования помогают активизировать Агни через процесс Амапачина. Но все важно выполнять по очереди. После того, как мы активизировали Агни, мы уже налаживаем пищеварение и работаем над тем, чтобы сжечь Аму. Здесь уже нам помогут Гудучи или Амритоторам Кашая. И поскольку мы с вами уже говорили, что нам важно не столько даже вывести Аму, сколько нейтрализовать Ама-Виша. Это наш следующий шаг в борьбе с аллергическим ринитом. И отлично с этим справляются препараты, которые содержат в составе куркуму. И среди основных препаратов это Раджаньяди Чурна либо Харидра Кханда. И наконец, в самой последней, как бы скажем так, итерации нам требуется Брымхана терапия для иммуномодуляции. Брымхана никогда не проводится в первую итерацию, поскольку мы еще больше накопим Аму. Соответственно, прием ГИ мы оставляем уже напоследок для того, чтобы скорректировать иммунитет, поднять его, укрепить. Для этого отлично подойдут Тиктака Грита, Индукантом Грита или Шатпалом Грита. Это вот разные опции Грит. То есть мы видим, что терапия идет постепенно и есть различные стадии терапии. So, doing Шодхана is also good. Doing a bit Virechena with Avipatikara Чурна when Dhamma is more is also a good treatment can be done in the beginning. And this is a summary of allergies with an example of allergic rhinitis. And I think we have completed our one hour. Just one question, докторам Шодхана. Веречина with what preparation? Avipatikara Чурна. In the beginning, on the first stages of treatment, you said? Also, Шодхана-терапия может быть применена. Среди Шодхана-терапии можно подобрать веречину как раз-таки в лечение аллергического ринита. Это даже на начальных этапах лечения с Avipatikara Чурна, например, провести веречину. И на этом наша часовая лекция с доктором Рамом подошла к завершению. Благодарим вас всех за внимание. Однако, не переключайтесь, мы передаем слово сейчас следующему спикеру. И благодарим доктора Рама. Thank you so much, доктор Рам, for your time and for the brilliant lecture. Have a good day. Thank you.